В конце лета мать с трудом оторвала голову от подушки и слабым голосом позвала Пашечку. Уже лет десять прошло с тех пор, как ушел от нее муж, Пашечкин отец, красавец, пивун, гулена, бабник, любитель выпить и закусить. Мать слегла. Врачи определили полиомиелит, потерю памяти, тахикардию с перемежающейся экстрасистолой, хронический гастрит, щесотку и энцефалопатический синдром. Сходи к бабушке, дочка, прошептала мать, отнеси ей пирожков, пусть порадуется, недолго уж ей осталось. Мать хитрила. Она сама чувствовала приближение рокового конца и хотела отослать дочь подальше. Бабушка жила одна в глухом лесу, где до ухода на пенсию по инвалидности работала уборщицей в театре оперы и балета. Как-то, заменяя внезапно умершую балерину, она упала в оркестровую яму, сломала ноги, руки, шею, позвоночник и выбила зубы. С тех пор уже не вставала. Раз в год Пашечка носила ей пирожки с начинкой из продукции фирмы Гидеон Рихтер. Бабушка радовалась, ничего не видя и не слыша, и только выбивала жесткой и желтой пяткой мелодию вальса «Амурские волны». Вот и сейчас Пашечка собрала казинку и, тяжело опираясь на костыли, вышла из дому. Все называли ее Красной Пашечкой из-за нездорового румянца, который был у нее с детства. Она страдала рахитом, эпилепсией, слуховыми галлюцинациями и аневризмой аорты и ходила по этому с трудом. На лесной тропинке встретился ей Алексей Сергеевич Волк, лучший в лесу хирург, золотые зубы, резавший безболезненно и мгновенно. У него было размягчение мозга, и он знал это. Жить оставалось считанные минуты. Еле передвигая ноги, Волк подошел к укупавшей от изнеможения Красной Пашечке. Она слабо улыбнулась. «К бабушке?» – тихо спросил Волк. «К ней поздно», – сказал Волк. И, привалившись к березе, дал дуба. Пашечка вздохнула и отошла. Последнее, что она увидела, был пробежавший мимо хромой заикс с явными признаками язвы желудка и цирроза печени. Она приказала ему долго жить. Редактор субтитров А.Семкин